МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Информационная служба Талерадо-компании Гомель начинает свою работу в эфире. У студии Натальи Гнатенко. Доброй ранец, глядите о этом выпуске. Перспективы супрацовніства нашей в области Польша обмерковывали у Гомелі. Крамы проводять распродажи, дзе шукать саправдные скидки, разбиралися наши корреспонденты. В Управлении внутренних справ Гомельского облаканкаму прайшоу день открытых дверей. Сеоння вызначится имя переможцы конкурсу «Миссис Гомель-2016». А зараз обгэтым и іншым больше подрабязна. Сеоння у жлобіні отбудзіться республіканская нарада по пытаннях развіця соціяльной сферы. У мероприємстві планую прайняць у дзел намеснік прэм'єр-міністра Наталья Качанова. Так само сіоння у райцентрі пройдзі пасядженні республіканського межведомоснага савета па проблемах інвалідаў. Усе подрабязнасті у наступных выпусках новінаў. Пытання актавізація двухбаковых адносін обмірковаліся пачас візіту у Гомельськую в область надзвычайнага і паўномоцнага пасла Республікі Польша ў Республіці Беларусь Конрада Мартіна Пауліка. Перспіктывы супрацовніства оцанів Олег Сенціроў. Калі праналізуваць статистику супрацовніства Гомельській в області і Республіка Польша за почні 5 годів, то найбош спраяльним був 2014-й. Тады агольний таварабарот скал 257 мільйонів доларів. За 9 місців гэтага года для праўнання гэтапакашек складає токі калі 130 мільйонів. А таму ўсў ўсі паставы казаць об реальності паглубління двухбаковых адносіну. Самая перша межрегінальна пагаднення супрацовністі у 1992-м годі закалючыня Гомель і Радам, які ў той час был центром вояводства у Центральной Почці. Зараз таких договорів об Сябровстве 6 плюс пагаднення супрацовністі поміж Гомельській в області і Юбальскім вояводством. Яку працівнікі даречі приїжджалі в областний центр для обмерковання питання у супрацовністі у кастарічніку гэтага года. Перспіктывы сапрады значны. Сярот найбош іскравых прикладов апочніга часу – регистрація у свободной экономичной зоні Гомель-Ратон товаріства «Долкам-40». У планах гэтага предприємства відкриття експортно-орієнтованій меблєвої витворчісті со створенням більше 600 працівних місців. Зараз на території Гомельській області працюють 25 підприємців з польським капіталом. Основані на прамкі дзейності – древопрацовка, сельська господарка, перапрацовка неметалічних отходів. І такі факт. А прооритетах гомельській продукції на польськім ринку можна меркаваць па назвох підприємців експортёров «БМЗ», «Хімзавод», «Гомельшкло», «Беларусьнафта», «Мазельський нафтоперапрацовчий» і «Светлогорськ» «Хімволокно». Олександрів, Валерій Гапанько, телерадокомпанія «Гомель». Гомельські крамы обіцаюць до Нового Года масові распродажи. Нікаторі гандліві аб'єкты плануюць знізіць ціны мінімум на 40%. Ці єсть у Гомелі сапраудній скидкі. І што хаваець за словом «распродажа». Каб зняць наступний сюжет, наша здымочна група два тэнні сачыла за аб'єктами гандлю. Настасья Кучынська розкаже про выніки назіранняу. А пішню п'ятніцю листопада гандлівы центр «Сокрет» объявив чорный. Гэта спроба у храніцю білорусських реаліях традицій, што гадовы заходніх распродаж. У Європі і США у чорную п'ятніцю скидкі вагаюцца от 30 до 90%. Гомельським продавцам до такої щодрости пакуль далёка. У «Сокреті» по наших назіраннях реальны помер скидкі на одзіні у чорную п'ятніцу 15%. Нікаторі продавці пропонавалі 30, але з умовамі на приклад, калі робіш две пакупкі. Такім чынам нас поштурховуюць набывась більш. Прознікалькі дзін мы знову сакреті уражені неоднозначні. На часы гандлівых кропок ціннікі со скидками засталіся на месі. Знялі і толькі плакаты «Чорная п'ятніца». Месами скидкі стали навод більші. Правда, і ціны на некаторі товары подросли. Вось ціннік курткі скидка – 50%. Тіє ж курткі мабашалі у «Чорную п'ятніцу». Ціннік тут стояв 69%. Скидка була 30%. Але нілька не сказаць, що були у сакреті і тіє продавці, які ніяких подозріння у нас не викликалі. Тім часам гомельські користальнікі інтернета западозріли у падмани пакупніків буйны будовнічий гипермаркет. По ценнікам со словом «Акція» знайшлі звішайны з такой же ценой. Ситуація викликала буру абурэння. Небольшой ребрендинг. У нас раньше акціонна цена була жёлтая, а обычный ценник был оранжевый. У людей була большая путаница понимание того, що сейчас на акції. Люди воспринимали оранжевый неправильний. В большинстве ситуаций всё равно красна цена вызывает у людей більше какое-то внимание. Ми решили перейти на другой цвет ценников, дабы було чёткое понимание того, що этот товар сейчас находится именно на акції. Ситуация возникла только из-за того, що очень большое количество ценников було поменено, большая была проведена работа і остался какой-то маленький человеческий фактор. В этой фотографії нет ничего кримінального. Цена как была, так и осталась. Сразу был акціонный товар. Колір ценника, помер скидок і колькасть акцій у нашій країні продавцы вызначають самостойно. При этом не каторые саправды хитрують. Наприклад, робять максимальну накрутку на товар, а пасля неколькі знижають цену, об'явивши шарговую акцію. Таким чином, под видом скидки, мы часто набываем товар по його реальному кошці. При этом усе у рамках законодавства. Просто маркетинг. Если будут конкретные нарушения законодавства о ценообразовании, то можно наказывать. Но, к сожалению, если это идет именно обман, который связан с тем, что именно сформирована цена, то есть регулируется именно торговая надбавка, и продавец ее сначала увеличил, он имеет на это право, а потом он ее снизил, то здесь, конечно, сложно говорить о том, что это идет именно обман. То есть это репутация всего лишь продавца и право покупателя не приобретать этот товар. К сожалению, наши не учитывают, что можно продать большее количество товаров со скидкой и получить за счет объема тот же доход, в отличие от реализации небольшого количества товаров с значительной торговой надбавкой. У тем же управлении Гандлю отзначают товар по саправдой сниженным ценам у Гомель знасти можно. У первую очередь в обойных гипермаркетах и фирмовых крамах, незалежно от формы властности. Они мают пыльные домовы с промыми пастушчиками. У таких выпадках скидки на товар закладаются еще на стады в творчестве и не залежат от гандлевой наценки. У любого выпадка опошнее слово за споживцом. Сакрыт выгодных покупок на сам рэш простые и заразумелы кожному. Если я покупаю вещь, то я обойду несколько торговых точек, подберу себе какие-то выгодные предложения и после уже приобрету то, что мне больше по карману. Настасия Кучинская, Валерия Гапанько, телерадио «Компания Гомель». В управлении внутренних справ Гомельского облывы «Канкама» прошел день открытых дверей. Познайомиться с профессией милиционера и доведаться об ее особливостях пришли навученцы школ Гомеля, а так само установ аддукации с соседних районных центров. На встречу с будущими выпускниками запросили специалистов Академии Министерства внутренних справ. Они распавяли потенциальным кандидатам на поступление об умовах уступной кампании, а гучили специальные на которые можно поступать. Парадок приема и перолик документов. Дни открытых дверей для школьников проводятся что год. Головная мета – профориентация будущих абитуриентов. Большаясть подлетков на такие встречи приходит мета на Кирована. И, как показывает статистика, многие в дальнейшем связывают житие со службой во внутренних органах. Выбирая себе свой жизненный путь именно служению отечественному в подразделениях милиции, нынешний кандидат на службу, он вынужден будет в чем-то даже себе отказать. Быть образцом для своих сверстников, ну и образцовым гражданином и для общества в целом. Сегодня у Гомеля вызначать переможцу областного конкурсу «Лепшая молодая семья» в области. У районных этапах свои силы спрабывали коля 150 семьях. На заключенные трапили только 8 пар. Это молодые семьи, которые представляют Калинковицкий, Мазырский, Светлогорский, Ветковский, Рогачевский, а также Советский, Центральный и Новобелецкий районы Гомеля. Удельникам необходимо продемонстрировать свои творческие дольности, креативность и семейное одинство в двух конкурсных испытах. 15 бояльных, поспеховых и активных молодых жанчин рыхтовались до этого дня на протягу месяца. Сегодня вызначится имя переможца галунного конкурса «Прыгажосте сирот замужних дам» Миссис Гомель. Как будет ладиться финальное шоу, доведалась Ганна Каральчук. 15 финалисток в возрасте от 23 до 36 годов. Месяц под рыхтовки многим допомог раскрыться по-новому. Дефилей, хореография, фотосессия и здымки видеоклипа. Обовязковые занятки фитнесом, сироды яких и незвычайная тренировка на джамперах. Супермамы зараз в полном узбраенне и готовы оздевлять глядачу и журой. Волнение, конечно, присутствует, но больше за ребенка, как ребенок отреагирует на то, что большое количество людей, зал, свет, музыка. А за себя, ну, взрослая девочка, думаю, справлюсь с этим. Если бы можно было бы всем вручить, мне кажется, мы бы получили все этот приз. У першиню конкурс «Миссис Гомель» пройшел в минулом годе. Его миссия – пропаганда семейных каштовностей, идеалу миру, добра и прыгажостей, а так само престижу материнства. За час подрыхтовки девчины стали сябровками, не глядячи на конкуренцию. Кожаная стала больше певненной у сабе. Молодые мамы чекают с этого дня и своего выхода на сцену, небы казачного подарунку. Конкурс, как будто каждый из нас золушка. Мы все дома, домохозяйки, работающие, но все равно же мы готовим, стираем, убираем, ухаживаем за детьми, за мужьями, за родными, близкими. А тут финал – это как бал. Мы попадаем на красивое мероприятие, где нас приукрасят, мы оденем красивое платье. До организации финалу конкурсу в этом году подошли грунтовно. В программе – показы одзения белорусских дизайнеров, брендовых вытворцев для мать и детей, танцевальный номер удельниц и выступления артистов. У жюри столичная зорка индустрии моды и прыгажостей. У нас очень интересные люди, интересные люди в жюри. Это и член Союза дизайнеров, и постоянный участник недель моды в Москве, в Минске и за рубежом Ивана Айплатов. Это руководители предприятий-партнёров Руслан Сороковой и Сергей Комков. Это и среди гостей также у нас известный белорусский дизайнер Аптизиев. Также будет интересна сама постановка по оборудованию. То есть мы используем и светодиодные экраны, и современные световые приборы. Сегодня у вечера у дельницы выйдут на сцену драм-театра со своими детьми, как показать свои сдольности, преодолеть страх и в черговый раз доказать, что женщина у семьи может и навык повинна отчувать себе прыгажуние. Ганна Коральчук, Игорь Марышченко, телерадио «Компания Гомель». Выступление у литовским каунысе для юных гимнастов клуба «Спортданс» завершилось поспяхово. Бронзовую медалью «Гомель» привезла выхованка клуба «Деяна Саковская». У заключенных спаборництвах четырехгодового циклу по спортивной аэробице гомельчане обороняли гонор не только своего клуба, а и всей Беларуси. Алена Траценко наведала Гомельскую среднюю школу номер 45, где тренируется на «Дея Гомельской спортивной аэробики». Деяна Саковская открыто усмехается и охотно делится уражениями от поездки. Про спортивную вытрымку, идеально выкананы шпагат и строгасть суддзел у подробязностях. А еще про призначение особистого медаля, на шляху даякога, обышла 60 лепших гимнасток шатырых краин света у самой популярной номинации «Сола девчинки». Ну, скорее всего, для того, что доказать себе, как спортсмену, что я могу и умею. Я не знаю, кем я стану в будущем, но спорт явно останется в моей жизни. Это, наверное, часть меня. И эта медаль будет как память. Это моя самая первая медаль за «Сола» в 12-14 лет. Досягнение юных гомельских гимнастов оценивают вядомые по колькости узнагороды. Их не перелечить. Але куды больше важно тое, что на протягу 9 годов на престижных европейских споборницах по детячей спортивной аэробице стабильно гучить назва гомельского клуба «Спортданс», який вырос по сутности с факультативных занятков у агульно-адукационной школы. Конечно, у нас были и групповые упражнения, и трио, и пары, и мальчики у нас участвовали. Но поскольку это девичий спорт, самая жестокая конкуренция – это среди девчонок. Идет жесткий отбор и споры даже в судействе. И мне этот раз было очень сложно судить нужно объективно. Сегодня у «Спортдансе» тесно супрацовничают со школой гимнастыки Олимпийского резерва в плане тренерской поддержки. Але спортсменов по раннейшему гадуют злику в учнях своей – 45-й гомельской школы. Правда, думают и на перспективу. Працуют навод с 4-5-годовыми детками и во всем мают поддержку керавництва школы. Мы поддерживаем, скажем так, и в материально-техническом плане, и в организационных вопросах, когда нужно решать вопросы с отъездом группы в короткие какие-то сроки. Где-то помогаем, организовываем дополнительные занятия. На нашей базе часто проходит тренировочный процесс, соревновательные моменты, которые мы совместно с различными, даже различных городов, мы организуем встречи. Проведение шарговой международной сустречи на базе школы – у большадаленных планах. А у ближайших – годное выступление на открытым Кубку Республики Беларусь, який пройдет днями у столицы, где спортданс претендует на пьедестал у групповых практикованиях и соло. Алена Траценко, Яуген Макеенко, телерадиокампания «Гомель». Выглядели и ранешний информационный выпуск телерадиокампании «Гомель». У студии працывала Наталья Игнатенко. Мы сочим за разведцем падею «Гомели» в области. Заставайтесь с нами. Наталья Игнатенко